Сегодняшняя лекция у нас последняя по уравнению теплопроводности, по свойствам решений этого уравнения и по свойствам решений задач для уравнения теплопроводности. И она будет посвящена, эта лекция основному вопросу, а именно вопросу о разрешимости первой начальной краевой задачи для уравнения теплопроводности. Но прежде чем изучать этот вопрос, я хочу начать с замечания, которое относится к так называемому принципу максимума для решений, для классических решений уравнения теплопроводности. Этот принцип максимум был у нас на одной из первых лекций. Состоит он вот в чем, я напомню его кратко. У нас было их несколько, вот я буду говорить сейчас об одном и немножко его обсудим с вами вот в этом замечании. Итак, я напомню, во-первых, рассматривается уравнение теплопроводности Ту равно 0, где Т — оператор теплопроводности, который устроен так, это производная по Т минус оператор Лапласа по пространственным переменным. Я рассматриваю решение У, функции, зависящие от Х и от Т, принадлежащие классу С2-1 на цилиндре омега-тау, пересеченные с С омега-тау вплоть до границы. И омега-тау, я напомню, это множество точек Н плюс одномерного пространства Х. Т таких, что Х принадлежит РН, а нет, простите, омега, омега, большую, омега-ограниченная область в РН, а Т меняется от нуля до некоторого тау включительно. Т — это время, Х — это координаты точки в области омега. Так вот, у нас был доказан такой принцип максимум. Мы его называли принципом максимума в ограниченном цилиндре, то есть в омега-тау. А именно, утверждалось, что для любой точки из нашего цилиндра омега-тау значение решения в этой точке у от ХТ, решение уравнения теплопроводности Ту равно нулю в омега-тау заключено между максимальным значением У на сигма-тау и минимальным. Где сигма-тау — это так называемый стакан. Это стакан, ну и в кавычках, конечно. Стакан. То есть это боковая поверхность цилиндра омега-тау плюс нижнее основание. Значит, Ту равно нулю. Давайте вот здесь напишем вот так. ХТ лежит омега-тау. Рассматривается такое уравнение, решение классическое этого уравнения. Тогда справедливо такой принцип максимума. Собственно, что говорят эти неравенства. Я это когда-то обращала внимание на это. Но еще раз. Это говорит о том, что максимум температуры во всем цилиндре можно искать не по всему омега-тау, а только по множеству сигма-тау. Где сигма-тау — это еще раз нижнее основание плюс боковая поверхность цилиндра. И вот давайте вспомним в этом месте гармонические функции. Для гармонических функций есть похожий принцип максимума, который у нас назывался слабым принципом максимума, который говорит, что для любой гармонической функции, то есть для функции, зависящей только от переменной х, для которой выполнено вот такое равенство, дельта у равно нулю, когда х лежит в омега, и у функции класса С2 омега, пересеченная с С омега чертуя, омега — это ограниченная область, то для любой точки х из омега у от х меньше либо равно максимума у на д омега и больше либо равно, чем минимум у на д омега. Вот аналогичное некоторое неравенство. Ну, здесь только стакан, здесь вся граница области омега. Но для гармонических функций есть еще так называемый строгий принцип максимума, который утверждает следующее, что если в некоторой точке области омега, вот область омега, гармоническая функция принимает максимальное или минимальное значение, вот если есть такая точка П, принадлежащая омега, такая, что у от П — это максимум у по омега чертой, или минимум у по омега чертой, то тогда это гармоническая функция константа. Значит, вот если выполнено вот это равенство и существует такая точка, в которой принимается максимальное или минимальное значение, то тогда у константа нет гармонических функций в ограниченной области, непрерывных вплоть до границы этой области, которые бы принимали максимальное или минимальное значение внутри области и были бы при этом не константами, отличными от константа, только константы. Это так называемый строгий принцип максимума. Вопрос, а если что-то, верно ли для решения уравнения теплопроводности аналог строгого принципа максимума? А именно, верно ли, если у меня есть цилиндр, цилиндр омега-тау, давайте я его нарисую сейчас, это ось Т, начало координат. Вот предположим, что у нас с вами прямой круговой цилиндр омега-тау, в основании его лежит единичный шар омега. Цилиндр высоты тау. Значит, это плоскость Т, равная тау. Вот наш цилиндр омега-тау. Верно ли такое утверждение? Если у класса С2-1 на омега-тау, класса С на омега-тау вплоть до границы, является решением нашего уравнения теплопроводности и принимает максимальное или минимальное значение в какой-то точке, лежащей внутри нашего цилиндра, то эта функция есть константа. Ответ на этот вопрос отрицательный, неверный. То есть для решения уравнения теплопроводности вот такого строгого принципа максимума, как для гармонических функций, нет. Есть, правда, другой. Вот сейчас я приведу пример функции, которая принимает минимальное значение во внутренних точках этого цилиндра. Это будет не только в одной точке, а на целом меньшем цилиндре, которая является решением этого уравнения, которое вы увидите, что это не константа. Возьмем такую функцию у от х, т, равную фундаментальному решению оператора теплопроводности. Мы обозначали это гамма от х, х0, т и т0. Значит, т0 мы выберем любое число из интервала от нуля до тау. От нуля до тау. Любое число. Так вот я полагаю, у от х, т равную фундаментальному решению при т больших, чем т0, но меньше либо равных, чем тау. И полагаю, равные нулю эту функцию, когда т больше либо равно нуля, но меньше либо равно, чем тау. А х, ноль, значит, у меня гамма от х, х, ноль, т, 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 ноль, х, ноль, т, ноль — это координаты полюса фундаментального решения. Вот х, ноль, я полагаю, это любая точка такая, что ее модуль равен, ну, например, 2. Так, омега тау, давайте я только напишу, что такое омега тау, у меня есть конкретный цилиндр, это множество точек х, т, таких, что модуль х меньше единицы, а т меняется от нуля до тау. Значит, у меня единичный шар, значит, омега — это единичный шар в основании цилиндра моего, а х, ноль — это точка, которая вынесена за наш цилиндр, ну, за этот шар. Вот, значит, х, ноль. Например, тогда точка х, ноль, т, ноль, вот есть некоторая точка т, ноль, т, ноль, есть плоскость, т равная т, ноль, и сечение этой плоскости нашего цилиндра. Значит, х, ноль, т, ноль, вот она, точка с координатами х, ноль, т, ноль. Она не лежит в нашем цилиндре, омега тау. Тогда функция у от х, т, принимает, минимальное значение функции у от х, т, это нулевое. Функция гамма, гамма от х, х, ноль, т и т, ноль, это функция положительная. При т, больше чем т, ноль, она не отрицательная. Предельное значение, когда х, когда т стремится к т, ноль, когда т стремится к т, ноль, для любой точки х из омега имеет нулевое значение, то есть вот при на плоскости т, равной т, ноль, у нас ноль, нулевое предельное значение для функции гамма, то есть здесь склейка с тождественным нулем бесконечного порядка гладкости. То есть функция у от х, т, бесконечно дифференцируемая функция в нашем цилиндре, являющаяся решением нашего уравнения, принимающая минимальное значение вот на всей такой вот нижней части нашего цилиндра, ниже плоскости т, равной т, ноль. Значит, вот пример, который показывает, что функция, что нет такого строгого принципа максимума, вот в такой формулировке нет, но есть, конечно, некоторый все-таки аналог этой теоремы, который мы назвали строгий принцип максимума, он существует. Вот такая типичная, типичная картина, вот как на этом примере. Этот пример еще важен тем, что он показывает, что еще одно важное отличие решения уравнения теплопроводности от гармонических функций, от решения уравнения Ла-Паса, а именно отсутствие аналитичности. Мы знаем, что любая гармоническая в области омега-функция является аналитической в этой области. Так вот этот пример показывает о том, что вот, пожалуйста, у нас есть решение уравнения теплопроводности, в цилиндре бесконечно дифференцируемой, но не аналитической по переменной t. Аналитическая функция не может принимать нулевое значение на целом цилиндре омега-т нулевое. Так что аналитичности по времени о решении может не быть. Вот это то, что я хотела сказать к классическому решению, добавить как замечание к классическому решению уравнения теплопроводности. Теперь мы с вами переходим к изложению вопроса, к решению вопроса существования, решения первой начальной краевой задачи для уравнения теплопроводности. И я буду это доказывать, а именно доказывать существование обобщенного решения методом Галеркина. Вот такой метод я применю для исследования, для ответа на вопрос, а существует ли решение первой начальной краевой задачи, метод Галеркина. Метод замечательный тем, что несмотря на то, что я буду применять его к линейной задаче, он применяется очень часто к нелинейным задачам и дает возможность отвечать на вопросы разрешимости от получения оценок той или иной нелинейной задачи для уравнения с частыми производными. Итак, основной вопрос этой лекции это вопрос существования и, в частности, метод Галеркина. Я его назову, этот раздел, метод Галеркина. Метод Галеркина, как я уже сказала, мы применим для того, чтобы доказать, что первая начальная краевая задача для уравнения теплопроводности Ту равно F, где F — заданная функция от Xt. Все это рассматривается в цилиндре. Вот я здесь другое немножко обозначение введу Qt. Qt — это цилиндр, это Декартовое произведение ограниченной области омега на интервал времени 0t. Предполагается, что U равно 0, когда X и T принадлежат боковой поверхности нашего цилиндра, то есть, другими словами, на границе нашей области омега поддерживается нулевая температура. И задана начальная температура U от X0. Заданная функция U0 от X. Здесь X принадлежит омега. Мы будем рассматривать вот эту задачу с вами и будем изучать, осуществует ли решение этой задачи. Исследовать вопрос существования можно разными способами. Первая начальная краевая задача, например, можно применить метод Фурье, как мы применяли его, когда в прошлом семестре устанавливали существование единственности обобщенного решения смешанной задачи для волнового уравнения. По аналогии с тем доказательством можно было применить метод Фурье к задаче 1 и доказать, что она разрешима. Мы будем применять метод Галеркина, который в определенном смысле является обобщением метода Фурье. И вот, как я уже сказала, ценность этого метода заключается в том, что он применяется, удобен для применения к нелинейным задачам, к разрешимости, к получению оценок решений нелинейных задач для уравнения с частными производными. Так, значит, я, как уже сказала, буду говорить сейчас о так называемых обобщенных решениях. Я должна буду дать сейчас определение, что же я буду понимать под словами обобщенное решение задачи 1. Ну, давайте, значит, первое. Будем предполагать, что в постановке этой задачи у меня функция Ф является элементом Л2 на цилиндре, а У0 является элементом H1,0 Соболевского пространства, H1,0 на амега. Это наше предположение относительно данных задач. Теперь, чтобы вести понятие обобщенного решения, мне понадобятся еще некоторые функциональные пространства. А именно, пусть у меня Х банахового пространства, произвольное, банахового пространства с нормой, которую я буду обозначать, ну, как обычно, с буковкой Х внизу. Это норма в этом банаховом пространстве Х. Тогда у нас будет встречаться пространство вот такого вида L2,0t со значениями в Х. Значит, что это такое? Это пространство, это пространство, линейное пространство измеримых функций на отрезке 0t, 0t функций со значениями в банаховом пространстве Х. То есть, я сказала теперь словами. Измеримая функция на отрезке 0t со значениями в пространстве Х. Причем такая, что конечная норма, что у нее конечная норма следующего вида. Значит, норма у L2,0t нам так будет у нас обозначена. Это корень квадратный из интеграла от нуля до Т большого норма под интегралом в квадрате норма в пространстве Х до Т. Вот мы предполагаем, что это меньше плюс бесконечности. То есть множество измеримых на отрезке 0t функций со значениями в Х, у которых конечная такая норма. В частности, если Х, например, это пространство L2 на омега, это Гильбертово пространство, омега это ограниченная область ВРН, значит, множество суммируемых с квадратом функций на омега, то L2,0t, L2 омега отрождествляется с пространством L2 на цилиндрику Т. Теперь я могу дать определение обобщенного решения задачи 1. Определение. Значит, функция У, принадлежащая L2,0t, H1,0 на омега, такая, что производная по Т от нее является элементом L2,0t, L2 омега называется называется обобщенным решением обобщенным решением задачи 1. Если У от Х, 0 равно У, 0 от Х, У, 0 от Х, для почти всех Х из омега и для любого элемента В из H1,0 на омега и почти всех Т из отрезка 0t выполнено интегральное тождество. Интегральное тождество. А именно, интегральное тождество следующие виды. Производная по Т от В, от У, простите, от У, умноженная скалярно на В, L2 на омега, плюс градиент У на градиент В, здесь по Х, давайте все-таки отметим, тоже вольт 2 на омега скалярное произведение, это равно скалярному произведению F на В у L2 на омега. Это равенство, это интегральное тождество мы присвоим номер 2. Итак, обобщенным решением задачи 1 мы назовем функцию из этого гильбертового пространства L2,0,Т, H1,0 на омега, такую, что производная у нее по Т является элементом L2 на всем цилиндре, это то же самое, где я там сделала замечание, которое принимает при Т равном нулю значение совпадающей с функцией U0 от Х для почти всех Х из омега и которое удовлетворяет вот этому интегральному тождеству для почти всех Т из отрезка 0Т и для любой функции В из H1,0. Теорема. Теорема. Первая теорема на сегодня. Задача. 1 имеет единственное обобщенное решение. Обобщенное решение. Доказательство. Прежде чем приступить к доказательству, я хочу обратить ваше внимание, что если у меня задачу 1 можно по-разному разрешимость ее доказывать в разных классах, в том числе можно доказывать, применяя метод Фурье. В определенном смысле метод Галеркина является обобщением метода Фурье. Вот мы с вами в осеннем семестре методом Фурье доказывали разрешимость первой начальной краевой задачи для волнового оператора. Вот аналогично можно доказать, как мы это делали для волнового оператора, можно было доказать разрешимость в классе некоторых обобщенных решений задачи 1, а затем посмотреть, когда обобщенное решение будет классическим, например, решение. Хочу обратить еще ваше внимание, что интегральное тождество 2 справедливо, если функция У, если мне известно, что функция У классическое решение класса С2.1 на омега, простите, на КУТ, на КУТ, С2.1 на КУТ до границы. Вот если функция У принадлежит С2.1 и является решением на заплутом цилиндре и является решением задачи 1 классическим, то тогда для него интегральное тождество 2 справедливо. Для этого надо просто умножить обе части на функцию В из H1.0 и проинтегрировать по омега и воспользоваться формулой интегрирования по частям для оператора Лапласа. А мы с вами будем говорить сейчас об обобщенном решении. Так доказательство, что такая функция У, для которой справедливо тождество 2 существует сначала, а потом уже вопрос единственности рассмотрим. Значит, доказательство будет из нескольких шагов состоять. на первом шаге, первый шаг доказательства, давайте с вами в пространстве рассмотрим пространство H1.0 оно у нас было, мы им занимались в осеннем семестре. Возьмем в этом пространстве ортогональный базис. Я его обозначаю обозначать W-J.T. Мы знаем, что существует счетное множество функций из H1.0, которые являются ортогональными. в смысле скалярного произведения заданы на H1.0. Значит, ортогональный базис H1.0 на омега. Причем, я буду считать, что этот базис является ортонормированным одновременно. ортонормированный базис в L2. Мы знаем, что такое базис существует. В качестве такого базиса, например, можно взять собственные функции задачи Дирехлет для оператора Лапласа. Возвращаясь, давайте, здесь есть место. Значит, в качестве W-J.T. можно взять функции, удовлетворяющие спектральные задачи для оператора Лапласа с условиями Дирехле в омега. Вот спектральная задача. Мы знаем, что собственные функции, W-J, называются собственными функциями оператора Лапласа задачи Дирехле. Они образуют ортогональный базис в H1,0 и ортонормированный базис в L2. Итак, мы помним, да, значит, вот в задаче 1, в задаче 1, еще раз я давайте в самом условии напишу, что F из L2, я его сейчас затру, это условие, а у 0 из H1,0 на омега. В постановке вот предполагаются такие условия на данной задаче. Значит, я напомню, что мы с вами, когда изучали вопрос о собственных функциях задачи Дирехлея для оператора Лапласа, то мы с вами выяснили, что, во-первых, норма W житых в H1,0 на омега, давайте так, норму в квадрате, я напомню, что это норма, это интеграл по, квадрат этой нормы, это интеграл по омега от модуля градиента W житых в квадрате, то есть это квадрат нормы градиента W житая в квадрате в L2 на омега. И вот это равно чему, значит, это равно лямбда житому, лямбда житому, житому собственному значению, то есть собственному значению лямбда житой, соответствующему W житая. И, как я уже сказала, этот базис ортонормирован в L2. Значит, мы предполагаем, что эти функции ортонормированы, то есть все они ортогональны друг другу в L2, и, кроме того, норма их равна единице. Значит, для любого же, для любого же 1, 2 и так далее. Так, ну вот, и нам с вами по условию нам известно, что функция U0, U0, это функция из H1, из H1, 0, значит, U0, функция из H1, 0 на омега. Это, это означает, что вот такой ряд, значит, что функцию U0 можно разложить в ряд по базису W житая, значит, U0 житая на W житая по G от единицы до бесконечности, где U0 житая, коэффициенты разложения функции U0 по базису, они в точности равны U0 умноженной скалярной на W житой в L2 скалярной. Но так как функция U0 является функцией из H1, 0, то сходится в такой ряд, вот отсюда следует, что сходится такой ряд, сумма U0 житая в квадрате на λ житая. И обращаю ваше внимание, что λ житая больше не равно нуля. Вот такой ряд по G от единицы до бесконечности является сходящимся. И он равен в точности норме U0 H1,0 омега квадрату нормы вот этой функции в H1,0. Вот. Это напоминание из осеннего семестра. Так вот, значит, первый шаг доказательства существования решений задачи 1. Выберем такой базис. Вот, например, в качестве добревой житой я буду брать собственные функции задачи на задачи Дерихле для оператора Лапласа. Так, теперь давайте найдем такие функции U, M найдем функции U, M обозначим их U, M M это 1,2 и так далее любое натуральное число лежащие в линейной оболочке натянутые на первые M собственных функций W1 и так далее WM вот в таких скобках я буду обозначать линейную оболочку натянутую на первые M базисных функции и вот эта функция должна удовлетворять значит, нужно найти такое U, M из этого пространства конечномерного что выполнено следующее равенство производное по T от U, M скалярно умноженное на W JT в L2 на омега плюс градиент U, M на градиент W, JT в L2 на омега равно F на W JT в L2 на омега вот выполнено такое равенство для любого J от 1 до M у меня здесь стоит M равенств я хочу найти такую функцию являющуюся линейной комбинацией первых M базисных функций для которой выполнены вот эти M равенства и кроме того для этой функции выполнено условие ну давайте сначала значит сначала я подождите хочу написать в какой виде я буду искать и раз я уже это сказала словами раз это функция из линейной оболочки то это означает что функция U M функция зависящая от X и от T это есть сумма линейная комбинация D M JT это индексы M у меня фиксированное число ровно столько какова размерность этого пространства зависящая от T умноженная на W JT от X по J от 1 до M я буду искать функцию U M от X T в таком виде в виде суммы конечной суммы таких слагаемых D J M T от T умноженной на W JT от X я написала здесь просто линейную комбинацию вот этих функций с некоторыми коэффициентами неизвестными которые зависят от времени T так вот так вот значит здесь неизвестными как я уже сказала являются здесь вот эти коэффициенты D M JT вот они должны быть выбраны так чтобы выполнялись вот эти равенства и должны еще они удовлетворять начальному условию D M JT от 0 должны быть равны U 0 JT U 0 JT это число вот оно у меня уже встречалось здесь и как я еще раз давайте его перепишу это скалярная произведенная проекция U 0 на JT собственную функцию V L 2 на мег вот вот такое значит это 3 вот эта совокупность эта система я обращаю ваше внимание что 3 это вот то что скобками обозначено это система уравнений на функции D G M неизвестные функции D G M давайте посмотрим что же это за система и увидим что это система обыкновенных дифференциальных линейных дифференциальных обыкновенных уравнений что такое подставим вместо производной по T от OM возьмем производную от этой суммы перемножим скалярную L 2 с функцией W JT воспользуемся ортогональностью точнее даже ортонормированностью системы функций W JT в L 2 тогда мы получим что первое слагаемое в точности есть D M JT от T все штрих производная обычная производная плюс градиент UM на градиент W JT что такое градиент UM это сумма D G T M от T на градиент W JT градиент W JT или вот лучше наверное здесь давайте я индекс поменяю чтобы было виднее K пока будем суммировать чтобы отличить от того индекса J пока значит градиент W K T на градиент W JT будет стоять но функции W K они ортогональны в смысле скалярного произведения ваш 1 0 а мы с вами предполагаем что скалярное произведение ваш 1 0 это скалярное произведение W2 градиентов следовательно здесь будет стоять вот отдельно если рассмотреть градиент UM на градиент W JT W2 на омега это это D M JT от T а здесь должно стоять у меня градиент а здесь у меня должно стоять вот что в силу ортогональности у меня здесь останется квадрат нормы квадрат нормы градиента W JT в квадрате W2 на омега то есть то есть норма W JT в квадрате в пространстве H1 0 на омега а мы знаем что это равно лямбда JT и так здесь стоит плюс лямбда JT на D умноженное на D M JT и все это равно F JT от T вот правую часть обозначу F JT от T значит это равно F на W JT в L2 на омега значит я обращаю ваше внимание что правая часть является элементом L2 на 0 T и так это обыкновенное дифференциальное уравнение для каждого J это свое уравнение значит J от 1 до M и есть начальные условия то есть мы имеем задачу Каши для линейного обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка 0 JT 3 а это 4 это тоже самое это эквивалентно но такую задачу мы знаем как решать мы можем даже написать решение этой задачи давайте напишем решение этой задачи эта задача имеет единственное решение которое выглядит таким образом значит что я должна написать следующую первое чтобы выполнялось начальное условие значит U 0 JT на E в степени минус лямбда JT и плюс поскольку у меня задача уравнения неоднородная то я должна дописать частное решение неоднородного уравнения удовлетворяющего нулевому начальному условию значит F JT от T на E в степени минус лямбда JT на T минус T значит вот решение задачи 4 мы написали вот оно выглядит таким образом других решений нет значит производная от этой функции существует от D JT она принадлежит L2 на интервале 0T большое так что вот собственно подставим сюда вместо D M K T от T вот эти функции которые мы сейчас выпустили и вот они будут нам задавать функции U M от XT являющиеся решением вот этой системы уравнений второй шаг теперь переходим ко второму шагу значит мы построили такую последовательность обращаю последовательность построили функции U M где M меняется от единицы до бесконечности любое натуральное число 1, 2 и так далее значит целая последовательность функции которая удовлетворяет системе 3 или что то же самое 4 теперь на втором шаге метода Галеркина мы с вами должны получить оценки оценки в некоторых пространствах элементов этой последовательности давайте сотрём интегральное творчество помнится значит теперь второй шаг получения оценок значит второй шаг получения оценок для U M то есть мы хотим сейчас получить какие-то оценки и желательно чтобы все оценки наших решений были с какими-то константами в правых частях независящими от M маленького значит итак для получения первой оценки давайте сделаем следующее умножим каждое вот из этих M уравнений я умножу на D M житая то есть я вот сюда значит это верно это верно для почти всех T давайте напишу для почти всех T из интервала от нуля до T или отрезка это всё равно от нуля до T должно быть выполнено так вот я умножу сюда внесу такой коэффициент он от X независимый и имею право это внести B не B у меня это D извиняюсь D M житая умножу каждое каждое слагаемое на D M житая и сюда и просуммирую по G значит умножаю умножим уравнение 3 на D M житая и просуммирую по G от единицы до M тогда мы что получим когда я умножу и просуммирую я получу первое слагаемое и мне даст следующего вида выражения D по DT от U M умноженное на U M вот я умножила и просуммирую получил U M вот здесь я получу U M после суммирования V L 2 на омега плюс второе слагаемое мне даст квадрат нормы U M V L 2 на омега потому что будет здесь стоять скалярно градиент U M V L 2 умноженный на градиент U M и это все равно это верно для почти всех T от 0 до T это равно F умноженное на U M V L 2 на омега вот это важное равенство для получения первого набора оценок значит давайте проинтегрируем это верно для почти всех T для почти всех T 0 до T большого давайте проинтегрируем возьмем интеграл от обеих частей по T от 0 до T большого значит я буду интегрировать интеграл от 0 до T вот это вот это слагаемое я распишу давайте интеграл по омега D по DT от U M умножить на U M D X D T я просто скалярное произведение расписала второе слагаемое я вообще трогать не буду я его так перенесу просто градиент U M квадрате V L 2 на омега только не надо еще проинтегрировать от 0 до T большого DT так это равно правой части интеграл от 0 до T интеграл по омега F умножить на U M так вот давайте разбираться с первым слагаемым с первым интегралом в правой части что такое D по DT у нас с вами когда-то это встречалось в разных ситуациях такое произведение D по DT от U M умножить на U M это это вторая D по DT от квадрата нормы U M V L 2 и поэтому когда я буду интегрировать по T это выражение у меня первое слагаемое даст разность разность значений 1 2 только вы знаете что давайте вот здесь я сюда вернусь давайте про я нехорошо сейчас немножко сделала забежала давайте проинтегрирование от нуля до T большого а от нуля до некоторого Tau до некоторого Tau а Tau любое число из промежутка от нуля до T от нуля до T от нуля до Tau Tau значит вот Tau некоторые мы взяли произвольное число из промежутка от нуля до T большого так и вот после интегрирования вот этого выражения 1 2 производная по T квадрат нормы V L 2 U M у меня получится 1 2 интеграл по Омега вот U M в квадрате от X Tau D X минус 1 2 интеграл по Омега U M в квадрате от X 0 до X это первое слагаемое плюс плюс интеграл от нуля до Tau квадрат нормы градиента U M квадрате квадрате в L 2 на Омега ДТ и все это да вот и все это равно интегралу от нуля до Tau интеграл по Омега F на U M D X D X D T так теперь отсюда мы делаем следующий вывод значит давайте придется стереть что-то ну например вот это сотрем да сотру часть оставлю оставлю только уравнение на Ом в виде 3 формулы 3 так отсюда давайте ну во-первых умножим обе части этого равенства на двоечку да значит интеграл по Омега от U M квадрат от X Tau D X и перенесу второе слагаемое я перенесу из левой части в правую и тогда я могу написать такое неравенство это меньше либо равно 2 интеграла от нуля до Тау интеграл по Омега модуль F на модуль U M D X D T плюс интеграл по Омега вот U в квадрате M T от X 0 D X так давайте с вами разберемся что такое интеграл по Омега от U квадрат M T при T равном нулю значит я напомню что U M от X 0 это сумма D M T M T в нуле умноженное на W T от X по G от 1 до M следовательно квадрат нормы U Умжитая в нуле — это У0житая, это житый коэффициент разложения в ряд по нашему базису начальной функции У0. Это в точности равно У0житая в квадрате по Ж от единицы до М. А это не превосходит нормы У0 в квадрате в Л2 на амин. То есть только ее проекция функции У0 на вот это пространство, натянутое на первые М-функции. Итак, вот справедливая такая оценка. Следовательно, я могу воспользоваться элементарным неравенством. Я воспользуюсь элементарным неравенством такого вида 2АВ не превосходит А квадрат плюс Б квадрат. Вот, у меня есть 2АА и Б. Вот я воспользуюсь этим неравенством. Тогда я получу. Значит, вот я сейчас второе слагаемое в правой части, напишу первым. И заменю его большей величиной, а именно квадратом нормы начальной функции. У в квадрате норма квадрата в 0 в Л2 на омега. А здесь я напишу плюс интеграл от нуля до Т большого. Я вместо Тау напишу Т большое, только увеличу выражение. Это интеграл от Ф квадрата ДХ ДТ. А вот для второго я не буду менять Тау на Т. Я напишу от нуля до Тау. Квадрат нормы У квадрат, простите, У М от Х Т в квадрате в Л2 на омега ДТ. Вот, итак, смотрите, у нас есть левая часть, вот она в нашем неравенстве, и правая часть. Значит, я, следовательно, могу это неравенство записать короче. А именно квадрат нормы УМ. Вместо Тау я буду писать букву Т, ничего от этого не поменяется. Квадрат в Л2 на омега не превосходит некоторые константы К0 плюс интеграл от нуля до Т. Вот он. Вместо Тау я пишу теперь Т от нуля до Т. А вот я их поменяю точнее местами. Тау и Т УМ от Х Тау в квадрате Л2 на омега ДТау. Где через К0 я обозначила сумму. Где К0 — это квадрат нормы У0. Вот, квадрат нормы У0 в Л2 на омега. ВЛ2 на омега. Плюс квадрат нормы Ф. ВЛ2 на цилиндре УТ. Вот что такое К0. Итак, у нас есть вот такое замечательное неравенство, которое дает нам возможность воспользоваться лемой Грануола. Значит, лема Грануола обычно читается на втором курсе в опытовенных дифференциальных уравнениях. Лема Грануола. Лема Грануола. 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 Готорое утверждает следующее. Давайте я ее напомню, эту лему Грануола. Если у меня есть неотрицательное, значит, пусть х от t неотрицательное суммируемое на отрезке 0t большое функция, удовлетворяющее уравнение, удовлетворяющее, простите, неравенство, неравенство. Х от t не превосходит c1 плюс c2 на интеграл от 0 до t х от tau д tau. Тогда х от t не превосходит c1 на е в степени c2t. Тогда справедлива такая оценка. х в каждой точке t не превосходит c1 на е в степени c2 на t. Кстати, заметим, что если c1 равно 0 в этом неравенстве, то х от t тождественно равно 0. Значит, из этой оценки следует, что если c1 равно 0, то этой константы нет, то тогда х от t тождественно равно 0. Тождественно равно 0. Так вот, мы с вами находимся ровно... Смотрите, у нас неравенство как раз то, которое есть в леме Грануола. c2 у нас равно единице, а c1 равно к 0. И поэтому, согласно лему Грануола, мы с вами можем записать такую оценку, что максимум нормы ум от х в квадрате в л2 на омега максимум по отрезку от 0 до t большого не превосходит к 0 на е в степени t большого. Вместо t маленькой я напишу t большой. t большое – самое большое значение времени t. Я обращаю ваше внимание, что справа стоит некоторая константа. Я тебе просто запишу, что это k1. И k1 не зависит от m. Это важно. Константа k1 не зависит от m. Это первая оценка. Вторая оценка из того же неравенства. Точно таким же рассуждением. Смотрите, у нас вот здесь, вот в этом равенстве, стоит еще в левой части квадрат нормы. Вот такой интеграл от 0 до tau. Я вместо tau могу взять самое большое значение времени, это t большое. От квадрата нормы в л2 градиент. То есть, кроме того, из этой оценки мы с вами получаем еще и такую оценку. Норма у m в л2 0t h1 0 на омега не превосходит тоже константы. Я ее позначу. k2, и она тоже не зависит от n. Ну вот абсолютно те же самые рассуждения. Вот давайте чуть-чуть я их поясню. Значит, так, что-то у нас сохранилось или не сохранилось совсем. Ну, смотрите. Вот я, я вот получаю вот это неравенство, вот это неравенство, я просто взяла и отбросила неотрицательное слагаемое в левой части. Я могла его не отбрасывать. И вот сюда еще дописать. плюс два интеграла от нуля до t большого норма градиента у m в квадрате л2 на омега dt. Вот я отбросила один раз, он мне не нужен был, но могла не отбрасывать. И тогда вот это слагаемое неотрицательное тоже меньше либо равно вот этой всей правой части и так далее и тому подобное. Меньше меньше вот этого выражения. Но теперь мы уже имеем оценку вот этого выражения. Вот у нас первая максимум нормы, квадрата нормы. У нас оценивается константой. Так что все это выражение будет тоже оцениваться константой, которая не зависит от m. Вот я этим воспользуюсь и получу вот эту вторую оценку. Итак, это пока идет второй шаг. Это первая группа оценок получена. Вторая группа оценок для меня важна. Мне нужно получить оценку производной по t от um. Что я для этого сделаю? Я вернусь опять к системе 3 и буду уже умножать каждое равенство из этой системы не на d gmt, а на производную по t от этой функции. Вот так производная, первая производная. значит, умножу на производную dmg каждое уравнение для g равна 1, g равно 2 и так далее, умножу на соответствующую производную и просуммирую по g от 1 до m. Тогда что мы с вами получим? Давайте я могу это стереть. И теперь вторую серию оценок необходимых для доказательства существования обобщенного решения. Так. Теперь давайте просуммируем по g от 1 до m. Тогда я получу первое слагаемое у меня будет квадрат нормы производной по t от u m в квадрате l2 на амега. Так. Что я здесь получу после суммирования? я получу скалярное произведение градиента u m на градиент от производной по t u l2 на амега. С правой стороны у меня будет стоять f на d по dt от u m l2 на амега. Давайте интегрируем это равенство это верно для почти всех t значит для почти всех t на треске 0t большое и я возьму интеграл от обеих частей этого равенства по t от 0 до некоторого tau опять значит я возьму некоторые tau tau из нашего промежутка 0 до t и буду интегрировать по t от 0 до tau тогда первое слагаемое мне даст интеграл интеграл от 0 до tau квадрат нормы d по dt от u m квадрате в l2 на амега dt плюс интеграл от 0 до tau интеграл по амега вот я это скалярное произведение раскрою сейчас градиент у m на градиент производной d по dt от у m до x dt ну и дальше в правой части интеграл от 0 давайте другой фломастер может пешить ярче интеграл от 0 до tau интеграл по амега f на d dt от u m так теперь что нам это равенство дает давайте прежде всего займемся вторым слагаемым левой части вот первое у нас очень хорошее это квадрат квадрат нормы производной по t от u m на цилиндре высоты tau значит где tau любое число в том числе я уже говорю что вместо tau я могла бы взять t t большое так но сейчас важно пусть пусть tau будет любым числом из промежутка от 0 до t большого и давайте посмотрим на это равенство обращаю ваше внимание вот на что давайте рассмотрим скалярное произведение градиент у m на градиент скалярное в рн от d по dt у m легко увидеть что это одна вторая d по dt от нормы от модуля градиента у m в квадрате учитывая это равенство второй интеграл следовательно можно преобразовать такому виду отсюда следует что интеграл от нуля до tau интеграл от по омега от градиента у m на градиент d по dt от u m это равно одной второй интеграл по омега от модуля градиента у m от x там квадрате dx минус одна вторая интеграл по омега от градиента у m от x 0 квадрате dx итак отсюда мы с вами имеем вот что можно вот это стереть оценки сейчас они мне нужны будут на самом последнем шаге на третьем значит итак вот сюда вот в это вот в это вот в это вот в это интегральное равенство я напишу вместо второго слагаемого в левой части то что мы с вами получили и тот и то слагаемое которое у меня здесь со знаком минус перенесу из левой части в правую и еще умножу на двоечку тогда я получу вот что 2 интеграла от нуля до тау квадрат нормы d по dt у m квадрате в l2 на омега dt плюс интеграл по омега от модуля градиента у m от x тау квадрате dx это равно интеграл по омега от квадрата модуля градиента у m у m в момент времени t равный нулю и плюс интеграл от нуля до тау интеграл по омега f на d по dt t от у m t от u m dt отсюда отсюда следует вот что прежде всего давайте с вами заметим что интеграл по омега от квадрата модуля градиента у m в момент времени t равный нулю что это такое что это такое это вот что такое смотрите значит у m у m это линейная комбинация напомню у m это линейная комбинация такая d m житая от t на w житая от x градиент u m это линейная комбинация по g от единицы до m g от единицы до m d m житая от t на градиент u на градиент w житая квадрат это квадрат нормы в l2 этого градиента учитывая что w житая это функция которая ортогональны ваш 1 0 я получу что интеграл что квадрат нормы градиент u m от x 0 в квадрате в l2 на омега вот это ровно то что вот здесь стоит это квадрат нормы в l2 на омега вот этой функции это равно сумме d m житая в нуле в квадрате умноженное на лямбда житая по g от единицы до m но dm житая в нуле у меня задано это u0 житая это сумма по g от единицы до m u0 житая в квадрате на лямбда житая а это в свою очередь не превосходит квадрат нормы нашей начальной функции в пространстве h1 0 на омега это мы вначале обсуждали итак следовательно вот это все не превосходит как мы только что выяснили нормы u0 в квадрате в h1 0 на омега итак из этого равенства вот здесь написанного мы с вами можем сделать разные выводы для меня сейчас важна следующая оценка важна что два два интеграла от нуля давайте я напишу просто вот сейчас возьму другую ручку пишет лучше два нормы d по dt вот ум в квадрате в l2 0 t l2 на омега не превосходит значит я отброшу просто вот этот интеграл это больше либо равен поскольку он не отрицательный это не превосходит нормы у 0 в квадрате ваш 1 0 на омега плюс для оценки вот этого последнего интеграла я воспользуюсь неравенством каши которое у нас тоже с вами встречалось неравенство такого вида 2а b можно просто а b без двойки а b не превосходит епсилон на а в квадрате плюс c епсилон на б в квадрате для любого епсилона больше нуля для любого епсилона больше нуля верно так вот в качестве епсилона я возьму одну вторую и напишу вот такую оценку одна вторая интеграл от даже даже не в качестве епсилона я хочу взять ну хоть бы одна вторая давайте одна вторая норма dpdt um в квадрате в l2 простите l2 0t l2 на омега плюс некоторая константа c на норму f в квадрате в l2 на цилиндр на цилиндр qt смотрите вот здесь у меня коэффициент одна вторая здесь у меня коэффициент двойка я наверное сейчас я прошу прощения я прошу прощения двойка должна была бы быть и вот здесь я просто не написала давайте я сейчас напишу при умножении на одну вторую вот когда я умножала на одну вторую я забыла умножить вот этот интеграм но это не такая не фатальная ошибка но некоторый недочет на двоечку вот здесь тогда у меня в точности можно написать вот так и двойку здесь вот и тогда и тогда я вообще могу я извиняюсь но я могу вообще на двойку сократить двойку не писать вот здесь а написать одна вторая здесь одна вторая тогда здесь и плюс некоторые константы которые от m не зависят вот теперь вот эту одну вторую На квадрат нормы производной по Т я из правой части перенесу в левую и получу оценку на производную по Т. Д по ДТ от УМ в квадрате в Л2 0Т Л2 на омега не превосходит. Теперь для меня, в общем, не важны эти дроби, я просто некоторую одну константу вынесу, К3 у меня, К1, К2, К3, а здесь у меня будет стоять квадрат нормы у 0 в квадрате Ваш 1 0 на омега плюс норма Ф в квадрате в Л2 на КТ. Вот, итак, получили с вами последнюю оценку. Ну, давайте обозначим К3 здесь с волной, а здесь просто К3 окончательно. Итак, вот, собственно, три оценки для меня сейчас важные. Сейчас я ее сюда допишу, и второй шаг на этом закончен. Второй шаг получения оценок последовательности. Это, собственно, последовательность Галеркина называется, вот эти функции УМ. Итак, мы с вами получили еще одну оценку, производная по Т от УМ в Л2 на КТ. Она тоже у меня, вся эта последовательность содержится в шаре, вот в этом пространстве Л2. Итак, К1, К2 и К3 не зависят от М. Это важно. Итак, второй шаг закончен. Теперь переходим к последнему шагу, к третьему. Собственно, доказательство, что наша задача, которая была поставлена под номером 1, она имеет обобщенное решение. Так, значит, можно многое стереть, оставить только систему 3, она нам потребуется. Но вот без всяких вот этих вот давайте пока сотру. Сейчас больше это не нужно. Это нужно было для получения оценок. Итак, у нас с вами последовательность лежит в шаре, в соответствующих Гильбертовых пространствах. Шар в Гильбертовом пространстве, как известно, является слабокомпактным множеством. То есть существует подпоследовательность в нашей последовательности, которая слабо сходится к соответствующим элементам в соответствующих пространствах. Итак, так как шар в Гильбертовом пространстве слабокомпактен, то существует подпоследовательность. И я не ввожу, как правило, я никогда не ввожу какое-то новое обозначение для этой подпоследовательности. Я буду обозначать ровно так же, потому что обозначений и так очень много. Итак, существует подпоследовательность такая, что УМ слабо сходится к У при М, стремящемся к бесконечности, слабо в Л2, 0Т, H1, 0 на омега. И вот этот элемент, УМ, является элементом этого пространства, H1, 0 на омега. И второе следствие, производная по Т, то есть подпоследовательность одна и для этой сходимости, и для второй, слабо сходится к производной по Т от У, слабо в Л2 на КТ. Когда М стремится к бесконечности. Вот такие половинки стрелок означают слабую сходимость. Сходимость была бы целая стрелка, а здесь только речь идет о слабой сходимости в гильбертовом пространстве соответствующей. Итак, что же теперь? Утверждается, что вот эта предельная функция У является обобщенным решением нашей задачи поставленной. Вот У и есть то самое искомое обобщенное решение. Обобщенное решение. Задача 1. Вот это утверждается. Для этого мы должны с вами проверить интегральное тождество. Выполнили ли интегральное тождество для функции У? Ну, здесь нам ничего не остается. Давайте рассмотрим, вот для выбранной подпоследовательности, которая известно существует, да, рассмотрим задачу 3. Итак, мы имеем вот такую совокупность уравнений для любого g от 1 до m. Давайте умножим wg на некоторую функцию bg от t, принадлежащую классу c1 на отрезке 0t. Итак, у меня будет такое равенство d по dt от ум на bgt от t на wgt в l2 на омега плюс градиент ум на градиент bgt от t на wgt в l2 на омега. И это равно f bgt от t на wgt в l2 на омега. И теперь я возьму, и давайте проинтегрируем обе части этого равенства по t от 0 до t большого. До t. Совсем закончилось? Может, мы позже начали? Ну, не отнимаю. Ну, вот сейчас, секунду, три, пятнадцать, сорок следующий. Пятьнадцать, сорок следующий? Ну, ладно. Жаль, не успела. Дело в том, что это... А, много еще? Если много, мы... Немного, минуты десять максимум. Можно? Ну, давайте. Давайте, да, пока нас же нет, не требует, да, с нас. Потому что потом повторять это все очень тяжело. Вот, от 0 до t. Значит, я интегрирую обе части последнего равенства по t от 0 до t большого. От 0 до t большого. Давайте перейдем к пределу в этом равенстве по нашей подпоследовательности. Значит, по подпоследовательности переходим к пределу. В левой и правой части. То есть, в каждом слагаемом переходим к пределу. Так как у нас есть слабая сходимость, то в пределе мы с вами получим следующее равенство. Что функция u удовлетворяет такому интегральному равенству. Интеграл от 0 до t, интеграл по омега, давайте лучше скалярное произведение, d по dt от u, на b житая от t, на w житая от x, v2 на омега dt, плюс интеграл от 0 до t, градиент у на градиент b житая от t на w житая от x, dt, и это равно интегралу от 0 до t, f на b житая от t, w житая от x, в l2 на омега dt, и здесь тоже l2 на омега. Вот, теперь, коль скоро это верно для любых b житых из c1 на отрезке 0t, вот таких комбинаций, это верно, равенство верно для любой функции v равной линейной комбинации. b житая от t на w житая от x, влажь от единицы до некоторого n большого. Вот для любой такой конечной линейной комбинации это верно. И я могу вместо b житая на v житая написать v просто. Давайте сотрем, воспользуемся с тем, что доска, функцию v. И здесь, и здесь, все сильно сразу сократится запись, v, v2 на омега, и здесь тоже. f умноженное скалярно на v. На v. Вот, запятая. Но такие конечные линейные комбинации всюду плотны. Такие конечные линейные комбинации всюду плотны. в пространстве l2, 0, t, h1, 0 на омега. Вот такие линейные комбинации с некоторыми функциями b житая от t, класса c1 на отрезке 0, t, они всюду плотны в этом пространстве l2, 0, t, h1, 0. Поэтому это равенство верно для любой функции v из l2, 0, t, h1, 0 на омега. Итак, это равенство верно для любой такой функции. Следовательно, следовательно, а мне нужно получить исходное, то равенство, которое в определении обобщенного решения. Ну, осталось только заметить, что в частности я могу в качестве v, в качестве v от x, t, брать функции вида это от t на w от x, где это от t произвольная функция из l2 на отрезке 0, t большую, а w от x произвольная функция из h1, 0 на омега. И, следовательно, из этого интегрального равенства звездочка следует равенство для почти всех t. Значит, следовательно, для почти всех t из отрезка 0, t большое мы имеем такое равенство d по dt от v, а от u, простите, наша функция u, решение, скалярное умноженное в l2 на v, это клин на v на w, w, плюс градиент u на градиент w, в l2 на омега, равно, равно f на w в l2 на омега. Это верно для любого w из h1, 0 на омега и почти всех на омега, и почти всех t из отрезка 0, t большое. Следовательно, функция u является обобщенным решением нашей задачи. Вот, собственно, это метод Галеркина в применении к вопросу о разрешимости первой начальной краевой задачи для уравнения теплопроводности. Вопрос существования обобщенного решения мы с вами рассмотрели, и осталось доказать вторую часть утверждения — единственность обобщенного решения. Итак, утверждается, что задача 1 не может иметь двух разных обобщенных решений. Значит, итак, доказательство единственности. Единственность обобщенного решения. Задача 1. Давайте предположим, что есть у нас два обобщенных решения. u1 от xt и u2. Два обобщенных решения. Задача 1. Тогда их разность, функция b от xt, значит, разность этих двух функций мы обозначим через v. Это u1 минус u2. Удовлетворяет интегральное утождество. Значит, у нас есть интегральное утождество для функции u1 и для функции u2. Давайте я напишу dt u1. Давайте вот так разность, а не v обозначу, а w лучше. w на v vl2 на омега плюс градиент u1 на градиент v в l2 на омега. Это равно f на v в l2 на омега. Вот одно интегральное утождество. Верное, для любой функции v из h1 0 на омега и для почти всех t из отрезка 0t большое. И второе, для функции u2 аналогичное интегральное утождество. d по dt u2 на v vl2 на омега плюс градиент u2 на градиент v vl2 на омега это равно f на v l2 на омега где в это тоже произвольный элемент из h1 0. Давайте вычтем из первого равенства второе. Тогда мы получим интегральное утождество на функцию w. Такого вида. Значит, вычитая из этого равенства второе равенство, из равенства для u1 равенство 2, я получу интегральное утождество для w. Такого вида. Производная по t скалярно умноженная на v, в l2 скалярно, плюс градиент w на градиент v в l2 на омега, а правой части сократятся, равно 0. 0 в правой части. И это равенство верно, опять-таки, для любой функции v из h1 0, из h1 0 на омега, и для почти всех t. Из отрезка 0t. Давайте теперь в качестве v я возьму w. Значит, положим в этом равенстве, в последнем, v равен w. Тогда мы получим dp dt от w, множенный скалярно на w, в l2 на омега, плюс, а здесь будет стоять градиент w на градиент w, то есть квадрат модуля градиента w. Это в l2. Так, вот тут квадрат модуля градиента в l2. А это равно 0. Давайте проинтегрируем по t вот это равенство. Значит, интегрируем по t от 0 до некоторого t нулевого. Значит, интегрируем от 0 до некоторого t нулевого, принадлежащего 0t. Это равенство. Обе и v части. И воспользуюсь тем, что производная по t от w, скалярно умноженная в l2 на w, это не что иное, как производная по t от квадрата нормы w в l2 на омег. Поэтому, когда я буду интегрировать это равенство по t от 0 до t нулевого, первое слагаемое мне даст разное значение. w при t равном t0 и при t равном нулю. Но при t равном нулю и u1, и u2 принимают одни и те же значения заданной функции u0. Значит, w от x0 равно нулю для почти всех x из омега. Поэтому после интегрирования обеих частей у меня будет в левой части стоять квадрат нормы в l2 функции w от x0 плюс интеграл от 0 до t нулевого квадрата нормы градиента w. А в правой части 0 ставит. Что же мы с вами получили? Мы получили сумму двух неотрицательных величин. Везде стоит квадрат. Видите, здесь квадрат, здесь стоит под интегралом квадрат. Значит, сумма двух неотрицательных величин, которые дают ноль. Их сумма равна нулю. Но это возможно тогда и только тогда, когда каждая величина равна нулю. Отсюда получаем, что это слагаемое равно нулю, и это слагаемое равно нулю. Ну, это первое слагаемое дает сразу, что w от xt равно нулю почти всюду в цилиндре кути. На этом доказательство единственности закончено. w от xt равно нулю. Это означает, что u1 совпадает с u2. Почти всюду в цилиндре кути. Итак, теорема 1 полностью доказана. То есть теорема существования единственности обобщенного решения доказана. В завершении я хочу доказать, скажем так, на всякий случай привести доказательство лемы Грануола, которое мы использовали для получения оценок приближений Галеркина. Итак, в доказательстве методом Галеркина мы должны были получить оценки галеркинских приближений, у m. Для этого мы использовали так называемую лему Грануола. Иногда она читается в курсе обыкновенных дифференциальных уравнений, но иногда нет. Итак, лему Грануола. Я напомню ее и дам ее доказательство. Она достаточно короткая. Лему Грануола. Оно отверждает следующее. Пусть х от т неотрицательная суммируемая на отрезке 0t функция, удовлетворяющая неравенство для почти всех t из отрезка 0t. значит, такому неравенству. Х от т не превосходит c1 плюс c2 интеграл от 0 до t х от tau d tau. Тогда для почти всех t из отрезка 0t верно неравенство. Имеет место оценка. х от т не превосходит c1 на е в степени c2t. Кстати, заметим, что если c1 равно 0, как я уже это делала замечание, на всякий случай, c1 равно 0, мы получаем, что х от т тождественно равно 0 из этой оценки. Итак, доказательство это лемма Грануола. Оно коротенькое. И тогда можно сказать, что полностью обоснование существования обобщенного решения у нас с вами есть. Доказательство. Давайте с вами обозначим через y от t интеграл. Интеграл от 0 до t х от tau до tau. Вот. Интеграл. Тогда y штрих это есть х от t. И мы из неравенства, которое дано в условии, получаем, что y штрих не превосходит c1 плюс c2 на y. Отсюда следует, что если я рассмотрю производную y на е в степени минус c2 на t, давайте найдем производную такого произведения, y умножить на такую экспоненту, это есть y штрих на е в степени минус c2 на t минус c2 на y е в степени минус c2 на t. Если я вынесу экспоненту за скобку, то у меня останется y штрих минус c2 на y. y штрих минус c2 на y, вот если я это слагаемое перенесу из правой части в левую, я получу y штрих минус c2 на y. Это меньше либо равно, чем c1. То есть это не превосходит c1 на е в степени минус c2 на t. Давайте проинтегрируем это неравенство и у на е в степени минус c2 на t штрих не превосходит c1 на е в степени минус c2 на t. Давайте проинтегрируем это неравенство от нуля до некоторого t. И заметим, что y от нуля равно нулю. y от нуля это нуль по определению y. Тогда интегрируем обе части от нуля до t. Я получу y на е в степени минус c2 и y от t на е в степени минус c2 на t не превосходит c1 а здесь я должна взять интеграл от нуля до t е в степени минус c2 тав д тав умножаем на минус c2 делим будет минус c1 деленное на c2 е в степени минус c2 тав от нуля до t это равно минус c1 на c2 е в степени минус c2 т минус 1 минус 1 давайте умножим обе части этого неравенства на е в степени c2 т тогда в левой части я получу y от t а в правой части получу не превосходит c1 на c2 1 минус е в степени c2 t только я минус еще здесь потеряла это будет равно c1 на c2 е в степени c2 т минус 1 давайте подставим теперь y от t у меня стоит смотрите вот здесь в заданном неравенстве в этой леме грануола значит я получаю x от t x от t не превосходит c1 плюс c2 на что же я должна умножить на y от t умножить на c1 деленное на c2 а здесь стоит е в степени c2 t минус 1 минус 1 ну раскрывая скобки мы получаем c1 е в степени c2 t x от t не превосходит c1 на е в степени c2 то что и требовалось доказать все вопрос существования обобщенного решения мы с вами рассмотрели и осталось доказать вторую часть утверждения единственность обобщенного решения и так утверждается что задача задача 1 не может иметь двух разных обобщенных решений и так доказательство единственности единственность единственность обобщенного решения задача 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 давайте предположим что есть у нас два обобщенных решения у1 от xt и у2 два обобщенных решения задача у1 тогда их разность функции b от xt разность этих двух функций мы обозначим через v это у1 минус у2 удовлетворяет интегрального тождества значит у нас есть интегральное тождество для функции у1 и для функции у2 давайте я напишу dt у1 давайте разности а не v обозначу а w лучше w на v vl2 на омега плюс градиент у1 на градиент v vl2 на омега это равно f на v vl2 на омега вот одно интегральное тождество верное для любой функции v из h1 0 на омега и для почти всех t из отрезка 0 t большое и второе для функции у2 аналогичное интегральное тождество dp dt , u2 на v vl2 на омега плюс градиент u2 на градиент v vl2 на омега это равно f на v l2 на омега где v тоже произвольный элемент из h1 0 давайте вычтем из первого равенства второе тогда мы получим интегральное тождество на функцию w такого вида значит вычитая из этого равенства второе равенство из равенства для u1 равенство 2 я получу интегральное тождество для w такого вида производная по t скалярно умноженной на v vl2 скалярно плюс градиент w на градиент v vl2 на омега а правой части сократятся равно нулю 0 в правой части это равенство верно опять-таки для любой функции v из h1 0 из h1 0 на омега и для почти всех t из отрезка 0t давайте теперь в качестве v я возьму w значит положим в этом равенстве в последнем v равное w тогда мы получим dp dt от w умноженное скалярно на w vl2 на омега плюс а здесь будет стоять градиент w на градиент w то есть квадрат модуля градиента w это vl2 так вот лучше квадрат модуля градиента vl2 а это равно нулю давайте проинтегрируем по t вот это вот это равенство значит интегрируем по t от нуля до некоторого t нулевого значит интегрируем от нуля до от нуля до некоторого t нулевого принадлежащего 0t большое это равенство обе части и воспользуюсь тем что производная по t от w скалярно умноженное в l2 на w это ничто иное как производная по t от квадрата нормы w в l2 на омег поэтому когда я буду интегрировать это равенство по t от нуля до до т нулевого первое слагаемое мне даст разное значение w при t равном t0 и при t равном нулю но при t равном нулю и u1 и u2 принимают одни и те же значение заданной функции u0 значит w от x 0 равно нулю для почти всех x из омега поэтому после интегрирования обеих частей у меня будет в левой части стоять квадрат нормы в l2 функции w от x t 0 плюс интеграл от 0 до t нулевого квадрата нормы градиента w в правой части 0 ставит что же мы с вами получили мы получили сумму двух неотрицательных величин везде стоит квадрат видите здесь квадрат здесь стоит под интегралом квадрат сумму двух неотрицательных величин которые дают ноль их сумма равна нулю но это возможно тогда и только тогда когда каждая величина равна нулю отсюда получаем что это слагаемое равно нулю и это слагаемое равно нулю ну это первое слагаемое дает сразу что w от x t равно нулю почти всюду в цилиндре qt на этом доказательство единственности закончено w от x t равно нулю это означает что u1 совпадает с u2 почти всюду в цилиндре qt итак теорема 1 полностью доказана то есть теорема существования единственности обобщенного решения доказана в завершении я хочу доказать скажем так на всякий случай привести доказательства лемо-грануола которое мы использовали для получения оценок приближений галеркина итак доказательстве в доказательстве методом галеркина мы должны были получить оценки галеркинских приближений ум для этого мы использовали так называемую лему-грануола иногда она читается курсе обыкновенных дифференциальных уравнений иногда нет. Итак, лемма-грануола. Я напомню ее и дам ее доказательства, она достаточно короткая. Лемма-грануола. Она отверждает следующее. Пусть x от t неотрицательная, суммируемая на отрезке 0t функция, удовлетворяющая неравенство. Удовлетворяющее неравенство для почти всех t из отрезка 0t. Такому неравенству. x от t не превосходит c1 плюс c2 интеграл от 0 до t x от tau d tau. Тогда для почти всех t из отрезка 0t верно неравенству имеет место оценка. x от t не превосходит c1 на e в степени c2t. Кстати, заметим, что если c1 равно 0, как я уже это делала замечание, на всякий случай, c1 равно 0, мы получаем, что x от t тоже действительно равно 0 из этой оценки. Итак, доказательство этой леммы-грануола. Оно коротенькое. И тогда можно сказать, что полностью обоснование существования вообщенного решения у нас с вами есть. Доказательство. Давайте с вами обозначим через y от t интеграл. Интеграл от 0 до t, x от tau d tau. Тогда y штрих — это есть x от t. И мы из неравенства, которое дано в условии, получаем, что y штрих не превосходит c1 плюс c2 на y. Отсюда следует, что если я рассмотрю производную y на e в степени минус c2 на t. Давайте найдем производную такого произведения. y умножить на такую экспонент. Это есть y штрих на e в степени минус c2 на t минус c2 на y е в степени минус c2 на t. Если я вынесу экспоненту за скобку, то у меня останется y штрих минус c2 на y. y штрих минус c2 на y. Вот если я это слагаемое перенесу из правой части в левую, я получу y штрих минус c2 на y. Это меньше либо равно, чем c1. То есть это не превосходит c1 на e в степени минус c2 на t. Давайте проинтегрируем это неравенство и y на e в степени минус c2 на t штрих не превосходит c1 на e в степени минус c2 на t. Давайте проинтегрируем это неравенство от нуля до некоторого t. И заметим, что y от нуля равно нулю. y от нуля — это нуль. Тогда интегрируем обе части от нуля до t. Я получу y на e в степени минус c2 и y от t. y от t на e в степени минус c2 на t не превосходит. c1, а здесь я должна взять интеграл от нуля до t, e в степени минус c2 тау дтау. Значит, умножаем на минус c2, делим. Будет минус c1, деленное на c2. e в степени минус c2 тау от нуля до t равно минус c1 на c2. e в степени минус c2t минус 1. Давайте умножим обе части этого неравенства на e в степени c2t. Тогда в левой части я получу y от t, а в правой части получу не превосходит c1 на c2 1 минус e в степени c2t. Только я минус еще здесь потеряла. Это будет равно c1 на c2 e в степени c2t минус 1. Давайте подставим теперь. y от t у меня стоит, смотрите, вот здесь, в заданном неравенстве, в этой леме грануола. Значит, я получаю x от t не превосходит c1 плюс c2. На что же я должна умножить? На y от t умножить на c1, деленное на c2. А здесь стоит e в степени c2t минус 1. Ну, раскрывая скобки, мы получаем c1 e в степени c2t. x от t не превосходит c1 на e в степени c2t. То, что и требовалось доказать. все. Субтитры создавал DimaTorzok